Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лилия Читрару и Сергей Захарьяш больше не являются участниками проекта. Подробности их ухода мы узнаем в одном из ближайших эфиров. Алексей Чачиц признался в любви Лизе Триандафелиде. О своих пламенных чувствах он написал Лизе стихотворение и опубликовал в своем микроблоге. А Лиза в одном из недавних эфиров опустилась ниже некуда, обсуждая интимную тему. Для зрителей стали шоком ее разговоры о вкусе спермы Алексея. Многие не понимают, как Алексей Чачиц может любить такую девушку. Она неразборчива в любовных связях, в ее постели перебывало много мужчин, и ведь за всем происходящим на проекте с экрана телевизора наблюдает ее маленькая дочь. Александра Черно тоже в недавнем эфире затронула темы, которые не стоило бы выносить на всеобщее обозрение. В присутствии нового друга Михаила Вырского она затронула тему своих прошлых отношений. Саша рассказала об огромных размерах детородного органа Аганесяна. Она отметила, что ей было очень некомфортно во время их первого волшебства. Вырский был шокирован откровениями Черно. Майя Донцова и ее подписчики стали писать очень много гадостей после конфликта с Сашей Шева. Донцова пишет, я не боюсь говорить правду в лицо. Я высказываю свое мнение по ситуации, честное, но жестокое. Высказывайтесь тоже. И да, я рожу, пишет Донцова, но тогда, когда будет почва под ногами, а не лишь бы родить и про ребенка забыть. Определились пары, которые будут принимать участие в конкурсе «Свадьба на миллион». Лиза Трианда Филеди с Алексеем Чайчицем, Виктор Литвинов с Танем и Сульбес, Майя Донцова и Алексей Купин, Саймон Марданшин и Марго Овсяникова. Также Ольга Бузова заставила Виталия Малышева и Дарью Лымарь принять участие в этом конкурсе. Удивили всех Оля Рапунцель и Дима Дмитренко. Они тоже хотят выиграть миллион на свадьбу и устроить еще одну свадьбу на проекте. Телезрители предположили, почему Рапунцель постоянно врет о сроках беременности. Не исключено, что она скрывает правду, опасаясь с глаза. Вокруг нее очень много негатива и даже родить девушка намерена втайне. В недавнем эфире Татьяна Владимировна Африкантова выдала новую порцию пошлостей. Оказалось, помимо ковшика у нее есть еще один фирменный рецепт, как привязать к себе любимого мужчину. «Чтоб приворожить любимого», считает Африкантова старше, «нужно подушку, на которой впоследствии будет спать мужчина, потереть между ног». Она наглядно продемонстрировала этот способ. Так что возможно, что Роману приходится спать на подушке, которую пометила Марина. А Марина ездила в гости к любимому дедушке и поздравила его с Рождеством. Подписчики отмечают, что Марина очень похожа на своего дедушку. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.